Доказательство терема Менковского, а потом переключимся на задачу Ньютона и посмотрим, каким образом решать задачу Ньютона, естественно, в классической формулировке для тела вращения. Вот наша задача овладеть за сегодня вот этой техникой вариационного исчисления. Ну а завтра мы все это вкупе и задачи Менковского, и вариационное исчисление попробуем с разных сторон атаковать задачу Ньютона уже в новую, которая, значит, в современную. Ну и мы увидим, что один раз сломав психологический барьер, как это сделали бутации Ковол, установив сам факт существования поверхностей лучше Ньютоновских, дальше мы приходим к вещам с непредсказуемыми последствиями. Дальше можно строить поверхность, во-первых, можно отказаться от выпуклости, и выяснится, что невыпуклые поверхности каким-то образом более обтекаемы, чем выпуклые. И как минимум на четверть можно улучшить аэродинамические свойства поверхности Ньютона, только отказавшись от выпуклости. А если отказаться от односвязанности поверхности, то можно вообще строить поверхности с сколь угодно малым сопротивлением. Ну а самое интересное, что это настолько просто, это гораздо проще, чем решить классическую задачу Ньютона, что удивительно, что это до 93-го года никому не пришло в голову, но никому не приходило в голову вообще строить поверхности лучше Ньютоновских. Всем же понятно, что это невозможно, раз в книжках написано, что эта поверхность оптимальная. Так, ну а пока мы должны доказать теорему Менковского. Значит, давайте обозначим, значит, у нас мы хотим построить многогранник G, при том, что у многогранника должны быть грани, имеющие заданные единичные нормали. То есть, единичные нормали данные, вектор НИТ и от единицы до Н большого данные. Кроме того, данные площади поверхности. Площади грани мы будем обозначать буквой С, но это те площади, которые получатся. А вот те, которые заданы, мы вынуждены выбрать другую букву. Давайте выберем букву А. Итак, СИТ равно АИТ. И АИТ, весь этот набор чисел, он тоже задан. Конечно же, задача не всегда это имеет решение, только в том случае, когда условия теорема Менковского должны быть выполнены. То есть, если мы сейчас умножим все вектора НИТ на значение площадей, должен получиться ноль. Таким образом, сумма АИТ умножить на НИТ равно нулю, векторная сумма. Нам нужно доказать существование многогранника. Ну и по пути хорошо бы понять вообще, как строить такой многогранник, если вообще такая возможность существует. Вчера мы обсуждали метод приведения к экстремальной задаче. Мы придумаем искусственно-экстремальную задачу, которая приводит к такому многограннику. А именно мы рассматриваем экстремальную задачу. Рисуем все наши единичные нормали, выходящие из начала координат. И каждую единичную нормаль умножаем на положительное число. Это положительное число мы обозначаем HИТ. Таким образом, вот вектор здесь, это HИТ, НИТ. Каждую единичную нормаль умножаем на свое число и проводим перпендикулярную плоскость. В пересечении получится какой-то многогранник. Этот многогранник мы назовем G от H. H у нас получается вектор из положительных чисел. H это вектор с координатами H1 и так далее, HN. Вектор N мерного пространства. Пространство может быть очень большое, если грани много. И так, каждому набору положительных чисел соответствует многогранник. И мы по всем наборам положительных чисел хотим найти многогранник наибольшего объема. В такой постановке задача, конечно, бессмысленно, потому что умножив все HИТ на 100, мы получим еще больший многообъем. Поэтому нам нужно каким-то образом ограничить все числа HИТ. И вот ограничения нужно взять очень специальным образом. Иначе у нас не получится желаемый многогранник с площадями АИТ. Значит, в ограничениях каким-то образом вот эти константы АИТ должны появиться. И ограничения мы выберем так. Сумма АИТА, HИТА равно единице. Это не вектор, это сумма просто чисел. Да, произведение чисел мы складываем по всем, сумма N чисел, складываем все произведения. Почему единицы? Ну, можно и не единицы, можно и любые константы. Это неважно. У нас, если у нас получится многогранник, у которого площадь граней не равны SИТ, а пропорционально умножив на какое-то число, значит, мы рассмотрим гомотетичный многогранник, и все будет готово. Это задача с ограничением. Мы хотим найти максимум какой-то функции, при условии, что координаты точки H связаны некоторым соотношением. Вот здесь у нас первый вызов. А как решать такие задачи? Как решать задачи с ограничением? Задачи с ограничением типа равенства. Самый плохой путь – это самый естественный путь здесь. Это выразить одно, скажем, H первое через все остальные. Это можно сделать, это же легко. А потом подставить выражение для объема. Это путь самый плохой, потому что задача потеряет свою симметрию. Вот задача сейчас симметрично выглядит по всем переменам. Как только мы выразим одну через остальные, у нас получится какое-то месиво. Нет-нет-нет, мы не будем этого делать. Мы рассмотрим так называемое правило множителей Лагранжа. Во всей теории экстремума за все годы ее существования было сделано три великих продвижения. Первое – это то, что производная в точке минимума равна нулю. Второе – это правило множителей Лагранжа. А третий – принцип максимума по антряге. До принципа максимума, я надеюсь, мы все-таки дойдем завтра. Хотя бы немножко его упомянем, потому что аэродинамическая сдача имеет прямое отношение. Правило множителей Лагранжа – это в каком-то смысле маленькое чудо. Такое решение получается в тех задачах, в которых, казалось бы, решить невозможно. В чем оно состоит? Мы рассматриваем задачу с ограничениями типа равенства. Она формулируется вот как. Мы хотим найти минимум функции f нулевое при условии, что какие-то другие функции f и t от x равны нулю. И от единицы до m. А x вообще, говоря, точка n-мерного пространства. То есть у нас все функции n-переменных. Итак, у нас задача на минимум при m-ограничениях. Почему на минимум, а не на максимум? Потому что это одно и то же. Можно рассмотреть вместо f0 минус, f0 будет на максимум. Почему равны нулю? Ну, потому что любой, если они равны константе, можно эту константу вычесть и включить функцию f и t. Так что в таком виде задача вполне себе имеет такую каноническую форму. Еще раз здесь скажем, что самое плохое, что можно здесь придумать, это начать вот из этих уравнений выражать неизвестное. Пользуясь этими уравнениями выражать там x1, x2 через остальные и так далее. Это еще не всегда можно выразить. Но даже когда можно выразить, задача может существенно усложниться. Сейчас мы посмотрим один примерчик. Но сначала сформулируем эту теорию Малагранжа. Правило множества Малагранжа состоит в следующем. Мы выписываем такую сумму, называемую Лагранжиан. Пишется такое L каллиграфическое. Она зависит от двух параметров L и x. x это те самые N переменных, а L это множители. Вот они. Равны лямбда нулевое F нулевое от x плюс лямбда первое F первое от x и так далее. Лямбда МТ F МТ от x. Вот такую сумму. Что такое лямбда? Какие-то множества мы их не знаем. Теорема Малагранжа утверждает. 1756 год. Что если x это точка локального минимума, лок мин. Ну понятно, что такое локальный минимум. В общем, не будем его определять. Если это минимум, оно дает минимальное значение функции не для всех возможных x, а только по какому-то маленькому шарику. Локальный минимум. Тогда существуют такие множители, что производные Лагранжиана по всем x равны нулю. То есть все частные производные Лагранжиана по всем x равны нулю. Иначе говоря, Лагранж сформулировал свое правило следующим образом. Если у нас дана задача с ограничениями, мы сделаем вот что. Мы домножим эти ограничения на какие-то числа, пока неизвестные. И сложим с нашей функцией f0, которую мы минимизируем. Тогда, а потом начнем решать задачу на поиск минимума новой функции, как будто никаких ограничений не было. Вот смотрите, теперь уже получать задачи без ограничений. Теперь мы уже просто ищем все частные производные, и приравним их к нулю. То есть вот этот агрегат, он имеет ту же самую точку локального минимума, что и функция f0. Ну вообще говоря, совершенно не очевидно, что это так, что такие лямбды существуют. Мы их не знаем, их еще придется найти. Но они вообще говоря не нужны. Есть задачи в самых разных областях, где вот эти лямбды, они имеют свой смысл. В механике они имеют свой смысл. Там, скажем, от экономики, так называемые теневые цены и так далее. Но, как правило, вообще говоря, чем раньше мы от них избавимся, тем лучше. Да, еще очень важно, я забыл сказать, вот эти лямбды, они соответствуют условию нейрон. Не равны одновременно нулю. Нейрон. Понятно, что если они равны одновременно нулю, то это неинтересно. Да, конечно, все частные производные так будут равны нулю. Хотя бы одна ненулевая будет. Так, ну, значит, лямбды, они, вот эти множители Лагранжа, они существуют каким-то образом. Можно при решении от них избавляться чем раньше, тем лучше, потому что они нам не нужны. Первое, что мы должны посмотреть, а вообще, что этот теоремб дает. А можно с помощью этих уравнений идентифицировать точку минимума. То есть найти точку локального минимума каким-то образом. Сколько всего уравнений у нас получается? Значит, производные Лагранжаана по ху равны нулю. Это n уравнений. У нас еще есть уравнения в самом начале, в условии задачи. Их m штук. А сколько у нас неизвестных? Ведь мы же добавили еще неизвестных, вот эти самые лямбды. Неизвестных было n, это х. х это n чисел. Еще мы добавили m плюс одно число. n плюс m плюс одно неизвестное. Ой-ой-ой, как нехорошо. Неизвестных получилось больше, чем уравнений. Мы никогда такую систему не решим. Что делать? Совершенно верно. Значит, мы пользуемся тем, что Лагранжан это величина однородной относительно лямбды. Можно все лямбды умножить на 10. И будет то же самое. Поэтому мы можем сказать, что мы можем поделить на лямбду нулевое, если оно, конечно, не равно нулю. И получить лямбду нулевое равно единице. То есть можно рассмотреть два случая. Лямбда нуль равно нулю, и лямбда нуль равно единице. Если оно равно нулю, это один случай. А если оно не равно нулю, мы на него просто поделим и все. Получается два случая. И вот лямбда мы уже знаем. Так что одно неизвестное, таким образом мы здесь убили. И получилось уравнение столько, сколько неизвестных. Понятно, что не всякая система, где число уравнений равно числу неизвестных, имеет решение. Поэтому в принципе должно решиться. В принципе должно дать решение. Теоремия Лагранжа не имеет ни одного простого доказательства. Она имеет много доказательств. Можно ее доказывать с помощью теоремии Брауэра неподвижной точки. Можно ее доказывать с помощью теоремии неявной функции. С помощью теоремии отделимости. А существует очень много доказательств с помощью дифференциальной геометрии. Ни одного простого. Это неудивительно, потому что вот такие мощные результаты, они, конечно, легко не доказываются. Это понятно. Ну вот хотя бы на одном численном примере. Сейчас мы так, это мы сохраним. А вот где я продолжу? Ну давайте здесь продолжим. Один маленький численный пример. 5х квадрат плюс 2ху плюс 3у квадрат. Мы хотим найти минимум при условии, что 7х квадрат плюс 2ху плюс 4у квадрат равно единице. Ну мы хотим найти минимум квадратичной формы двух переменных. Понятно, что это f от x, y. А это f нулевая, а это f первая. При условии, что другая квадратичная форма равна единице. Ну не будем здесь рассматривать геометрическую сторону дела. Понятно, что там это минимум на эллипсе и так далее. Можно изменить координацию. Давайте просто решим и все. Ну как мы решим? Мы, конечно, выразим одну перемену через другую. Это же, слава богу, квадратное уравнение на y. И получим, что y равно минус x плюс минус корень из 7 минус 27х квадрат делить на 4. Два корня. Ну ладно, ничего страшного. Рассмотрим два случая. Вот теперь давайте смотреть. Теперь мы сейчас этот y подставим в целевую функцию. Корни останутся. Даже после возведения в квадрат, x квадрат все равно в корне останется. Он выживет. Потом мы найдем производную. Соответственно, эти корни перекочуют в знаменатель. Потом мы все это приведем к общему знаменателю. У нас будет уравнение шестой степени. Можно проверить. Значит, у нас будет уравнение шестой степени. Как вы решаете, непонятно. Ну плохо, плохо. Это тупиковый путь. Ну напишем Лагранжан. Итак, Лагранжан. Это есть лямбда нулевое на целевую функцию. 5х квадрат плюс 2ху плюс 3у квадрат. Плюс лямбда первая на 7х квадрат плюс 2ху плюс 4у квадрат минус 1. А теперь мы должны написать, что производная Лагранжана по х и по у равна нулю. Значит, производная по х – это есть лямбда 0 умножить на 10х плюс 2у плюс лямбда 1. Опять-таки, производная по х – 14х плюс 2у равно нулю. И производная по у – лямбда нулевое 2х плюс 6у плюс лямбда первая 2х плюс 8у равно нулю. Дальше мы должны рассмотреть два случая. Если лямбда нулевое равно нулю, получается, что первые слагаемые пропадают. И остаются только вторые слагаемые, которые должны быть равны нулю. Лямбда первая нулю не равно, потому что у нас есть условие нейрон, иначе обе будут равны нулю. Поэтому получается, что вот это выражение в скобках 14х плюс 2у равно нулю и 2х плюс 8у равно нулю. Эти два линейных уравнения, если решить, это невыраженная система. Будет х равно нулю, у равно нулю. Ну, вроде все нормально, но условия наши это запрещают. Х равно нулю, у равно нулю не является подходящей точкой. Поэтому этот случай не дает решения. Ну, как и практически всегда он не дает решения, лямбда нулю равно нулю. Только в вырожденных случаях. Так что лямбда нулю равно единице. Можем стереть лямбда ноль. А теперь от лямбда один избавляемся. То есть мы этот самый лямбда один выражаем просто двумя способами. Итак, получается 10х плюс 2у разделить на 14х плюс 2у равно 2х плюс 6у разделить на 2х плюс 8у. Это все минус лямбда один. Уравнение, которое у нас получилось, как легко заметено однородное относительно x и y. То есть можно просто заменить переменную. y делить на x равно t. И относительно t решить. У нас получится два корня. t равно либо минус единица, либо двойка. Соответственно, мы знаем, чему равно y делить на x. Мы знаем отношения. Ну, а зная отношения, подставив это отношение в наше уравнение связи, мы сразу получаем, чему равно x и y. Здесь четыре точки. Значит, x и y равно плюс-минус 1 треть минус 1 треть. Эта точка соответствует t равно минус единица. И x y равно плюс-минус единица на 3 корня из 3. 2 делить на 3 корня из 3. Это соответствует t равно 2. У нас получилось 4 точки. Из этих четырех точек мы выбираем ту, которая дает наименьшее значение целевой функции. И мы задачу решили. Мы нашли абсолютный минимум. Ну, тут компактное множество, поэтому минимум достигается. Решили. Причем очень просто. Что произошло? Почему задача, которая сводилась к уравнению шестой степени, вдруг взяла и решилась? На самом деле, могло бы быть еще хуже. Здесь могли бы быть уравнения связи, которые вообще никак не решаются. То есть здесь мы могли встретить ситуацию, когда ни y не выражается через x, ни наоборот. А с помощью правил множества Лагранжа решили. Правило множества Лагранжа, оно каким-то образом позволяет выписать соотношение между производными, не выражая одну перемену через другую. То есть мы практически применили теорему неявной функции, но применили ее скрытно. Неявное применение теоремы неявной функции. Что получилось? Условие связи задает какую-то линию. Конечно, это эллипс, как мы знаем, ну, не важно. Вот какая-то линия. Это дифференцируемая функция, поэтому в маленькой окрестности тут можно приближаться кусочком, приближаться отрезком. Производная. Ну, давайте, это f1, а это f0. В наших стандартных обозначениях. Значит, производная f1, градиент, конечно, перпендикулярен, безусловно. Это f1 штрих. Вектор из частных производных градиент функции перпендикулярен линии уровня, как мы знаем. А как, где может располагаться градиент функции f0? Ну, давайте смотреть. f0 штрих. Если мы сможем сдвинуться вдоль кривой хотя бы в одном направлении, так, чтобы наш сдвиг образовывал тупой угол с производной функцией f0, то мы ее уменьшим. z это точка x, y, то есть z это просто вектор. Ну, и давайте попробуем. Значит, если существует h, если существует z плюс h, точка на кривой, для которой h и f0 штрих образуют тупой угол, то есть скалярное произведение отрицательное, тогда f от z плюс, f0 от z плюс h меньше, чем f0 от z. А это значит, что z вовсе не локальный минимум. Почему это так? Ну, просто по определению производной. Значит, что такое f0 от z плюс h? h это f0 от z плюс скалярное произведение приращения аргумента. Вот он у нас z плюс h. Приращение аргумента на производную функцию. И то, и другое векторы, поэтому мы просто векторы взяли и скалярно перемножили. Ой, не z плюс h, h, конечно. Приращение аргумента это h. h плюс нечто o малое от h. То есть величина бесконечно малая по сравнению с превращением аргумента. Ну, вот эта величина отрицательна. А эта величина бесконечно малая по сравнению с ней. Так что выбрав h достаточно маленьким вектором, мы неизбежно уменьшим нашу функцию. Итак, если мы можем вдоль кривой сместиться так, чтобы пойти под тупым углом к направлению производной функции f0, то мы уменьшим значение функции, а значит это не локальный минимум. В локальном минимуме такого приращения существовать не должно. То есть как мы не пойдем вдоль кривой, тупого угла не получим. А это значит только одно. Это значит, что вектор производная f0' должна быть коллинеарный f1', чтобы такого условия не получилось. Итак, f0' коллинеарен f1'. Ну, а это в точности означает, что эти два вектора просто отличаются на домножение на число. То есть это значит λ0' f0' плюс λ1' f1' равно 0. Для каких-то там λ0, λ1? Зачем нужна λ0 в некоторых выраженных случаях, когда там обе... Мы же не рассматривали случаи, когда производная равна 0, они же могут быть равны 0. Вот когда они обе зануляются, то там случай λ0' равен 0 у нас используется. Это редко бывает. Таким образом, нам не нужны сами выражения одних переменных через другие. Нам нужно соотношение между производными. И вот это соотношение между производными можно выразить, не используя конкретные выражения одних переменных через других. Девиз правила множества Лагранжа «чем больше переменных, тем лучше». Вот не нужно выражать одни переменные через другие. Не нужно стремиться уменьшить количество неизвестных. Лучше ввести больше неизвестных и связать их какими-то соотношениями. Один маленький геометрический примерчик. Задача Штейнера. У четырехугольника фиксированы длинные стороны, а углы нет. Шарнирный четырехугольник. При каком положении этого четырехугольника в ее площадь наибольшая? Я думаю, что кто-нибудь нам может сказать ответ. Да, пожалуйста. Когда он вписан, совершенно верно. Причем такое положение будет единственным. Понятно, что оно будет единственным, потому что когда мы сжимаем четырехугольник, у нас одновременно оба угла возрастают, противоположные. Ну а раз так, то будет единственное положение, когда в сумме этих углов равно 180 градусов. А как доказать? Есть одно нечестное рассуждение, которое, собственно, сам Штейнер и применил. Давайте его сожмем таким образом, чтобы он все-таки стал вписанным. Вот при каком-то там положении этот четырехугольник вписанный. Нет, он все-таки должен иметь те же самые стороны. При каком-то положении этот четырехугольник вписанный. Значит, можно описать около него окружность. Зафиксируем сегменты, вырежем их из картона, эти сегменты, и приклеим к сторонам четырехугольника. Мы получим площадь круга плюс площадь четырехугольника. Ага, а теперь сделаем угол обратно. У нас эти сегменты останутся, фигура будет уже не кругом, а периметр этой фигуры останется прежним. Таким образом, четыре сегмента плюс площадь четырехугольника уменьшится. Ну, значит, площадь четырехугольника уменьшилась. Ну, мы, конечно, лишение нечестное, потому что мы пользовались основным изопериметрическим неравенством, что круг является наибольшей кривой, ограниченной, кривой наибольшей площади при заданной длине. Это немножко нечестное рассуждение. Кроме этого, вообще говоря, прямых решений-то и нет. Вот так, чтобы какие-то нормальные решения не очень длинные. Либо это, либо это, ну, есть такое неравенство Брахмагупта, ну, там, в общем, некоторый аналог формулы Герона, но только для четырехугольника. Но даже если мы будем пользоваться этим неравенством, не доказывая его, там, в общем, доказательство максимальности вписанного четырехугольника, оно тоже не очень просто. Ну что, давайте попробуем. Напишем Лагранжан. Итак, А, Б, С, Д. Понятно, что сколько степеней свободы у этой системы одна. Угол альфа. Угол между сторонами А и Б определяет все. Поэтому самая главная ошибка была бы сказать, используем угол альфа в качестве переменной и выразим через него площадь. Это будет непросто. А как выразить через него площадь? Ну, конечно, мы просто выразим площадь верхнего треугольника, а дальше нам придется выражать по тереме косинусов длину диагонали, а через, зная длину диагонали, по формуле Герона выражать площадь нижнего. А потом все это дифференцирует по альфа и говорит, что производная равна нулю. Нет, чем больше переменных, тем лучше. Значит, бета. Введем еще одну переменную, мы их свяжем, это несложно. Итак, площадь, целевая функция, одна вторая. Ну, раз уж мы решаем задачу на минимум, давайте с минусом делать. Минус одна вторая АБ на синус альфа, минус одна вторая СД на синус бета на минимум. Как связать эти углы альфа и бета? Ну, конечно, по тереме косинусов мы два раза выразим квадрат в диагонали. С одной стороны А квадрат плюс Б квадрат, минус 2АБ на косинус альфа. С другой стороны, та же самая квадрат в диагонали, по тереме косинусов из нижнего треугольника. Значит, минус С квадрат минус Д квадрат, плюс 2СД на косинус бета равно нулю. Получилась такая задача. Не хочется это все переписывать. Вот умножаем на лямбда 0, получаем верхнюю, то есть целевую функцию, умножаем на лямбда 1 функцию связи. И получаем Лагранжан. Ну, если продифференцировать сейчас Лагранжан по переменной альфа, мы получим следующее. Значит, минус 1 вторая АБ на косинус альфа на лямбда 0. И перемена альфа еще есть здесь. Значит, плюс лямбда 1 на 1 вторую, ой, не на 1 вторую, на 2 уже. Значит, плюс 2 лямбда 1 АБ синус альфа равно нулю. Так, теперь по бета. По бета. Значит, здесь теперь СД. Минус 1 вторая СД на косинус бета на лямбда 0. И минус 2 лямбда 1 СД на синус бета равен нулю. Получилось не так страшно, как начиналось. Потому что в первом неравенстве можно 1 вторую АБ вообще сократить. И во втором уравнении тоже 1 вторую СД. И выразить отношение лямбда 1 к лямбда 2. И у нас получится... Что тангенс альфа равен минус тангенсу бета. Поскольку у нас углы от нуля до 180 градусов, это может быть только в одном случае, когда альфа плюс бета равно π. Ну, вот и все решили. Много лет назад мой старший коллега, выдающийся ученый Владимир Михайлович Тихомиров, он был привлечен к подготовке команде на Межнар, команде еще Советского Союза. Ну и там он должен был за 2 или 3 занятия объяснить, как решать экстремальные задачи. И он решил на всякий случай школьников научить правила множества Лагранжа. Это, конечно, будет нечестное решение, вообще навряд ли оно будет зачтено. Нет никаких школьных программах. Но, по крайней мере, человек получит правильный ответ. А зная правильный ответ, он уж как-нибудь потом до решения додумается. Нечестно, но, в общем, зато можно. Вот он объяснил на примерах, и там был в команде самый-самый талантливый мальчик, который никак это правило множества Лагранжа использовать не хотел. Он все задачи уламывал без него. И портил Владимира Михайловича всю политику. Ну и на самом последнем занятии Тихомиров придумал очень сложные задачи. Оставил их решать. И на самом последнем занятии он сказал, вот кто решил задачу номер 5. Поднимите руку, одна рука. Этот сам мальчик. Он говорит, ну ладно, идите, пожалуйста, к доске расскажите. Мальчик выходит и говорит, напишем Лагранжан. Так. Ну что ж, напишем Лагранжан. Значит, мы возвращаемся к Теременковскому. И вот наша вспомогательная задача экстремальная. В решение которой мы хотим получить многогранник. С данными направлениями грани и с данными площадями. Нам сейчас придется находить производное по переменным H. Итак, здесь точка H, H1 и так далее, Hn. Это переменная. То есть это задача, вообще говоря, в пространстве Rn большое. В пространстве большого числа измерений. Ну, находить переменные по H1 от функции связи легко. А вот как находить производное от объема. Это, в общем, тоже несложно. Итак, вот у нас здесь какая-то грань, которая грань S, ИТ. Она соответствует вектору нормали N, ИТ и имеет длину H, ИТ. Сейчас мы H, ИТ увеличим на маленькое какое-то приращение. Мы нашу плоскость подвинули чуть-чуть вверх. Ну, обозначим, поскольку H уже занято, давайте на вот это расстояние обозначим дельта ИТ. Мы подвинули эту плоскость вверх на дельта ИТ. Насколько изменится объем? Значит, объем G от... Остальные переменные писать не буду, они не изменились, только H, ИТ. H, ИТ плюс дельта ИТ примерно равно объем от G от H, ИТ плюс... Плюс объем вот этого маленького многогранничка. Он, конечно, очень близок к пирамиде, потому что высота маленькая. Так что это... То есть не к пирамиде, а к призме. Так что это практически объем призмы с площадью основания S, ИТ. Значит, это у нас получается S, ИТ, дельта ИТ. Да, хорошо. То есть, значит, теперь мы можем вычесть одно из другого и поделить на дельта ИТ. И дельта ИТ устремить к нулю. Значит, получается, что производная по H, ИТ, равно S, ИТ. Производная объема многогранника по переменной H, ИТ, это просто площадь его грани, фактическая площадь грани. Ну, замечательно. Значит, мы научились дифференцировать объем по переменным, и теперь можем написать Лагранжан. Ну, объем мы возьмем с минусом. Итак, Лагранжан — это минус объем, чтобы все-таки решать задачу на минимум, от G на лямбда 0 плюс лямбда 1 умножить на сумму из единицы по N большое H, ИТ, А, ИТ минус единица. Ну, такой Лагранжан. Всего лишь две неизвестные добавили. Лямбда 0, лямбда 1. Тогда производная Лагранжана по H, ИТ, равно нулю. Это значит, что лямбда 0 на производную объема, то есть минус лямбда 0, С, ИТ, плюс лямбда 1, А, ИТ, равно нулю. Для всех и. Если лямбда 0, равно нулю, то получается, что первый слогаемый исчезает. Либо лямбда 1, равно нулю, либо А, ИТ, равно нулю, быть не может по условию, лямбда 1, равно нулю, быть не может, потому что нам запрещает нейрон. Значит, естественно, этот случай, как всегда, не дает никаких решений. И остается лямбда 0, равно 1. В случае лямбда 0, равно нулю, мы получаем С, ИТ, равно лямбда 1 на А, ИТ. И это для всех и. Таким образом, у многогранника максимального объема площади грани не равны А, ИТ, но пропорциональны. Пропорционально получается умножение на константу лямбда 1. Значит, мы нашли многогранник с данными направлениями грани и с площадями грани пропорциональны данным числам. Осталось только взять нужный коэффициент гомотенти и получить решение. Доказали существование. Мы доказали замечательную теорему, порадовались. Написали статью. Подали в журнал. А на следующее утро проснулись в холодном поту. Это доказательство неправильно. А почему мы решили, что оно неправильно? Слушайте, оно совершенно неправильно. И даже ошибку искать не стоит. А главное, что мы же тут не воспользовались... Мы чем не воспользовались? Что? Совершенно верно. Мы не воспользовались тем, что выполнено соотношение Минковского. Что площади грани умножить на вектора нормали в сумме дают 0. То есть у нас получилось, что вообще какие не возьми площади? У нас существует этот многогранник. Как это? Как это? То есть какие... Давайте возьмем так. На плоскости. На плоскости. Давайте возьмем правильный пятиугольник. Повесим на него массы. Значит, все грани площади по единице. Последний, конечно, тоже надо быть единицей. А мы сделаем двойкой. И что, неужели существует такой многоугольник? Нет, не существует. А мы доказали, что существует. Мы вообще не пользовались тем, что аиты в каком-то удовлетворяются отношению. А что же делать? Это рассуждение можно встретить вообще в нескольких даже книжках по выпуклой геометрии. Будьте осторожны. Это неправильное решение. Так, первая версия. Что здесь может быть неправильного? Ну, пытаемся исправить. Так, значит, ночью, все, как бы проснусь в холодном поту, да, значит, уже не заснем, я не спорчен. Значит, будем пытаться что-то делать. Ну, во-первых, какая может быть здесь ситуация? Производную мы нашли правильно. С производной объемом все хорошо. Знак производной тоже мы берем с плюсом. Увеличивая аш-ит, мы увеличиваем объем. То есть, производная у нас это площадь со знаком плюс. Все правильно. Первое, что могло произойти, это то, что в многограннике, в ответе, какие-то грани просто пройдут мимо. Не будут участвовать в формировании многогранника. Может такое произойти, но теоретически, да. У нас стогранник, а наибольший объем будет иметь какой-нибудь там тетрайдер. Так, в этом случае, в этом случае, что же тогда будет? Ну, вот это у нас аш-ит, аш-ит, а это н-ит. В этом случае, производная объема по аш-итому будет равна нулю. Если чуть-чуть подвинуть плоскость, объем вообще не изменится. Так что, сразу же смотрим на наше уравнение. Минус лямбда нулевое с-ит, вместо с-ит будет ноль. И мы получим лямбда первая, лямбда один, а а-ит равна нулю. Не бывает, да. Значит, либо а-ит равна нулю, по условию запрещено, либо лямбда первая равна нулю. Но если лямбда первая равна нулю, то получается, что у нас все с-ит будет равны нулю. И тогда получится, что у нас вообще будет какой-то нулевой многогранник. Все площади грани будут равны нулю. Нет, это не проходит. Здесь даже без этих рассуждений можно догадаться, что такого многогранника не будет. Дело в том, что мы просто израсходовали лишнюю длину аш-ит. У нас же есть вот такое соотношение. Мы взяли лишнюю величину аш-ит, выбросим эту аш-ит и лучше перераспределим тогда по остальным граням вот эти излишки. И у нас вырастет объем многогранника. Нет, нет, никаких лишних вот этих, как по-английски говорится, redundant граней у нас здесь не будет. Это именно будет n-гранник. Так, а что же могло произойти? Неограниченный многогранник. Мы здесь, ну я не стал этого упоминать, мы здесь, конечно, берем условие, что все вектора n-ит, они не лежат в одной плоскости. Сумма векторов равна нулю. Давайте на плоскости посмотрим. Значит, у нас сумма векторов равна нулю, это значит, что треугольник с концами в этих векторах, давайте на трех, треугольник с концами в этих векторах содержит ноль. Да нет, в общем, ничего неограниченного мы здесь не получим. Будет ограничено всегда. Я вас понимаю, да. Ну хорошо, да, это при каких-то наборах аитое случится. Ну мы тогда возьмем хороший набор аито, при которых равно нулю, и чуть-чуть там его изменим. Все-таки многогранник останется ограниченным. Все-таки, наверное, дело не в этом. Что? Нет, уравнение выполняется, безусловно, но условия Минковского не в этом. Условия Минковского вот оно. То, что сумма векторов умножена на аитое равна нулю. Вот этим условием вообще никогда ни разу не пользуюсь. Да, да. Не будет, в том-то и дело. Не будет. Мы при любых наборах аито решили задачу. Мы вообще нашли этот многогранник. Нет, что-то не так. Ну давайте еще минутку подождем. Попробуем. Вот, например, это рассуждение с вполне конкретными 5 векторов, образующих правильный пятиугольник, площадями 4 единицы и двойка. Вот с вполне конкретными числами. Если провести, ну, что будет плохого? Вот тут будет сумма, значит, будет пятиугольник, да, у нас какой-то каждый раз. Пятиугольник будет. Ашито и положительный. Ну, они автоматически будут положительные. Правда, никто не сказал, что они не равны нулю. Вот в этом, да, в этом причина. На каком множестве ашито мы решаем задачу? На множестве ашито, ну, по крайней мере, не отрицательные. Строго положительно мы сказать не можем, потому что теряются условия компактности. И минимум может вообще не существовать. Максимум. Так что у нас все ашитои больше или равны нуля. Это обязательно. Ну, казалось бы, это и так понятно. Все ашитои больше нуля, конечно же. Это по условию очевидно. Но дело в том, что если точка максимума находится на границе вот этого, на границе области определения, то есть если какие-то из этих ашитох равны нулю, мы вообще говоря не имеем права дифференцировать. Производная в этой точке не обязана быть равна нулю. Ну, простой пример, не знаю, линейная функция. f от x равно x на отрезке 0,1. У нее производная тождественная единица. Она нигде не обращается в ноль. Тем не менее, максимум этой функции существует. В точке 1. Значит, дело в том, что максимум он может достигаться либо во внутренней точке, либо в крайней точке. Но если в крайней точке он достигается, тогда мы не можем дифференцировать. В этом все дело. Эта задача с ограничениями еще и типа не равен. И получится, что, наверное, если соотношение Минковского не выполнено, то у нас многогранник максимального объема будет таков, что какие-то ашитох будет просто равно нулю. А что же делать? Придется пользоваться полной версией теоремы Лагранжа для задач с равенствами и неравенствами. Она формулируется несколько сложней. И сейчас нам нужно будет в течение, наверное, 5 минут эту ошибку исправить, пройти через небольшие технические сложности. Итак, задача с равенствами и неравенствами. Мы находим минимум функции f0 при условии, что какие-то функции уже меньше или равны нуля, f это от х меньше нуля, и от единицы до m. Давайте не даем до k. Количество равенства прежде мы оставим равное m до k. Ну а остальные f, g, t от х равны нулю, и g от k плюс 1 до k плюс m. Итак, мы минимизируем функцию при том условии, что у нас несколько неравенств и несколько равенств. В этом случае мы, конечно же, снова описываем Лагранжиан. И он имеет точно такой же вид. Это сумма лямбда и т на f и т от х. Разницы никакой. Правда, количество переменных здесь возросло. Еще добавились лямбды, соответствующие умноженные на неравенство. И теорема Лагранжиан здесь звучит таким так. Значит, если х это локальный минимум, то существуют такие множители лямбды 0 и так далее, лямбда k плюс m, что производная Лагранжиана по х и тому равно 0 и от единицы до n. Но теперь уравнений уже совсем не хватает. У нас n уравнений. Ну, еще плюс здесь m уравнений. n плюс m. А неизвестно гораздо больше. Неизвестных n – это точка х. Да еще n плюс k плюс 1. Потому что множители у нас соответствуют и равенствам, и неравенствам. Понятно, что вот одну, эту лямбда нулевую, мы с ней справимся так же, как и раньше. А вот что делать с множителями, соответствующими неравенствам? Так что этих условий недостаточно. Это только первое условие теперь. Второе условие. Все множители, которые соответствуют неравенствам, ну и еще лямбда нулевое, которое соответствует нашей целевой функции, они все должны быть неотрицательны. Лямбда нулевое больше нуля и так далее. Лямбда k больше нуля. Теперь это важно, когда есть условия типа неравенства. Но эта ситуация не спасет. Нам нужны уравнения неравенства. И вот уравнения следующие, они получаются из последнего условия, которые носят такое странное название условия, дополняющие нежесткости. В точке локального минимума все неравенства f и t от x, умноженные на свои множители, лямбда и t, должны обращаться в ноль. Только для условий типа неравенств. Значит, от единицы до k. Только для них. Итак, в точке локального минимума либо множитель лямбда равен нулю, и таким образом мы это условие вообще выбрасываем. Оно нам не нужно. Либо f и t равно нулю. Либо f и t равно нулю. Вот такое странное условие, дополняющее нежесткости. Почему это так? Откуда это следует? Сейчас мы это поймем, опять-таки, на простом примере, когда у нас есть просто задачи на плоскости, задачи от двух переменных. Итак, f нулевой от x на минимум и f первой от x меньше или равно нуля. Вот, допустим, мы решаем такую задачу. Тогда пусть у нас взяли мы множество, в котором f первое меньше нуля. Это какое-то множество теперь получится. Уже такое наполненное. Не линия, уже какая-то фигура. Так, это два переменных. То есть у нас будет, ну, хотя это даже не важно. Можно на двух, можно и на n переменных. Так, хорошо. Если, вот у нас x, это локальный минимум. Если x лежит внутри, если x лежит внутри, это внутренняя точка области, тогда у нас это неравенство выполнено строго. f 1 от x строго меньше нуля. И поэтому это неравенство нам вообще не нужно. Дело в том, что если мы немножко пошевелим точку, то это неравенство останется выполненным. А раз так, то для локального минимума это неравенство вообще не существенно. Оно выполнено во всем маленьком шарике с центром в точке x. Так что мы его вообще убираем. И получается, что мы просто минимизируем функцию без всяких ограничений. То есть это значит, что производная просто равна нулю. Этот случай соответствует множителям лямбда 0 равно 1 и лямбда 1 равно нулю. Вот у нас и получились условия дополняющей нежесткости. Лямбда 1 оказалась равным нулю. Ну а если все-таки x на границе, а если x на границе, тогда поступим следующим образом. Снова нарисуем вектор f0' от x и вектор, так, это не f0, это f1, он как перпендикулярен, ну а это какой-нибудь там вектор f0'. Итак, рассмотрим две производные в этой точке. И зададим себе такой вопрос, казалось бы, простой. Даны два вектора в РН. Не нулевые. Всегда ли существует вектор, который с обоими образует тупые углы? Да. Всегда такое можно придумать? А? Если они не противоположные, конечно. Итак, получается два случая. Если векторы не противоположные, если векторы не противоположные, не противоположные, тогда мы берем вектор h, такое, что h образует тупой угол с производной функции f0, то есть скалярное упражнение отрицательное, и он же образует тупой угол с производной функции f1. с обеими. А если это так, то сместившись на вектор h, мы уменьшим обе функции. f0 от x плюс h получается меньше, чем f0 от x, а f1 от x плюс h получается меньше, чем f1 от x, то есть меньше нуля. Это то, что нужно. У нас получилась точка, которая удовлетворяет соотношению f1 от x получается меньше нуля, а функция уменьшилась, так что это никакой не локальный минимум. Значит, осталась одна единственная возможность. Вектора должны быть противоположны. А если вектора противоположны, получается, что можно найти такие лямбда 0, лямбда 1. Итак, f0 штрих, f1 штрих противоположны. Противоположны. Это значит, что существуют такие лямбда 0, лямбда 1, причем положительные оба, что лямбда 0, f0 штрих плюс лямбда 1, f1 штрих равно нулю. Так что и условия положительности здесь выполнены. Итак, в первом случае условия дополнительной жесткости, во втором случае мы видим условия положительности. Ну и дополняющая нежестко здесь тоже выполнена, потому что лямбда 1 на f1 равно нулю. Мы же на границе видели точку. Так. Так что придется нам учитывать вот эту полную версию теоремы Лагранжа, во что превратиться наша задача. Лямбда 0 мы умножим объем. Лямбда 0 на объем с минусом. Просто лямбда, давайте не будем его нумеровать, так удобнее. Просто лямбда, без номера. Сумма аито, ашито, минус 1. И минус, минус, теперь мы должны каждое, каждое ашито, каждому свой множитель. Неравенство уже прибавилось, он штук. Минус а лямбда ито на ашито и от единицы до н. Почему минус? Потому что во формулах Кирилл-Агранжа меньше нуля, а у нас больше нуля. Вот такой получился Лагранжан. Так. Ну, дифференцируем его по ашито. по ашито. Минус лямбда 0 на площадь сито плюс лямбда на аито. Пока все хорошо. Минус ашито, ой, минус лямбда ито равно нулю для каждого и. Вот случилось то, чего мы и боялись. У нас получилась система с каким-то ужасным количеством неизвестных. Вот добавили сети лямбда ито. Смотрите, их ведь не было раньше. И когда их не было, мы сразу делаем вывод о том, что сито пропорционально аитам. И все, у нас существует много границ. А теперь появились эти лямбда ито. Все непонятные. Непонятно, что с ними делать. Ну и вот здесь без трюков, к сожалению, мы не обойдемся. Трюка у нас будет два. Первый заключается в том, что мы получившееся уравнение умножим на вектор n и t и сложим по всем векторам i. Итак, сумма i от единицы до n. Перед суммой поставим минус лямбда 0. s ито, n ито. Следующее. Плюс лямбда. Сумма i от единицы до n большого. а ито, n ито. И следующее. Минус сумма лямбда ито, n ито. Равно нулю. Каждое уравнение умножили на свой вектор n ито и по всем i сложили. Сейчас у нас очень много чего упростится. Ну, начнем со среднего слагаемого. Оно равно нулю. Ну, наконец-то мы этим попользовались. Оно равно нулю. Отлично. Ну и первое ведь равно нулю. Никто не доказал, что площади и с ито равны аито. Но какие-то площади получились. Какой-то многогранник. А у любого многогранника условия Минковского выполнено. И это тоже 0. Осталось только слагаемое. Запомним. Итак, если мы умножим лямбда ито. Они все, кстати, неотрицательные числа. Потому что это условия типа неравенства теперь. Итак, если мы умножим наши вектора на вот эти множители Лагранжа, получится 0. Ну ладно. Ладно. Следующий трюк состоит в том, что у нашего многогранника, который получится, есть хотя бы одна внутренняя точка. Ну естественно, мы же максимизируем объем. Поэтому объем должен быть не нулевой. Итак, у многогранника G от H есть внутренняя точка. Точка, как мы ее назовем? Что значит внутренняя точка? А это значит, что для нее, если мы это Z умножим на N и T скалярно, то это будет меньше, чем H и T. Если угодно, наш многогранник задается системой линейных неравенств. N и T на X меньше равно H и T. Вот система линейных неравенств, которую задает наш многогранник. Ну а для точки Z, раз она внутренняя, все неравенства будут строгие. Теперь мы это неравенство строгое домножим с обеих частей на лямбда и T и по всем и сложим. Ну в общем да, можно и точку 0, конечно. Нет, точку 0 нельзя, понимаете. Какие-то H и T могут быть равны нулю. Какие-то H и T могут быть равны нулю. Но какая-то внутренняя точка будет. Итак, умножим на лямбда и T и сложим. Меньше, чем сумма лямбда и T и N и T. Ой, лямбда и T. Сейчас. Лямбда и T H и T. Ну да. Знак будет строгой, если хотя бы одно лямбда и T, а не 0. Они все неотрицательные. Значит, они либо 0, либо строго положительные. Если хотя бы одна лямбда и T не 0, это будет строгое неравенство. Значит, мы вообще говоря, некоторые лямбда и T равно 0. Поэтому мы умножаем на 0 слева и справа. Неравенство превращается в меньшее на равно. Но если хотя бы в одном будет строгое, значит неравенство строгим останется. Значит, неравенство будет строгое, если хотя бы одно лямбда и T будет строгое больше 0. Так, хорошо. Что такое вот это число? Лямбда и т, n и т в сумме дают 0. Это нулевой вектор. А теперь мы этот нулевой вектор скалярно умножили на z. Так что это 0. А теперь самое главное. А это что такое? Почему? Совершенно верно. Вот эти условия, дополняющие нежесткости. Дополняющие нежесткости. Вот они. Произведение функции ограничения на множестве всегда равно 0. У нас функция ограничения это ошитая. Ошитая больше 0. Поэтому для всех и вот такое произведение равно 0. Значит, тут каждое слагаемое равно 0. Просто из условий дополняющей нежесткости. Это тоже 0. Получается 0 меньше 0. Мы пришли к противоречию. Единственная возможность, которая у нас осталась, из-за которой придется зацепиться, иначе ничего другого не... Что все лямбда и т равны 0. Но если все лямбда и т равны 0, наше уравнение превращается в то уравнение, которое уже было. Значит, я напомню. Минус лямбда нулевое с и т плюс лямбда а и т минус лямбда и т равно 0. Мы доказали, что все эти лямбда и т равны 0. И у нас получается, что у многогранника, который мы получили, действительно все площади грани пропорциональны а и т. Вот все эти лямбда и т и уходят. А что будет, если мы возьмем неправильный набор чисел, как здесь? В этом случае вот этого условия уже не будет. И у нас получится, что вот эта сумма уже не равна 0. То есть у нас получится, что некоторые ошитые будут равны 0. У нас многогранник будет, в котором некоторые ошитые за нулятся. Значит, у него начало координат будет на границе. То ли в вершине, то ли на грани какой-то или на ребре. И к нему теоремия Лагранжа просто неприменима. Доказали существование. Все. И это уже правильное, корректное решение. Самое короткое из мне, по крайней мере, известных. Есть много доказательств его. Так, ну а что же с единственностью? Он же еще и единственный. Что? Не важна, да. Здесь мы доказали ВРН просто. А что же с единственностью? Мы представили наш многогранник в виде решения экстремальной задачи. И вот теперь мы можем воспользоваться всей мощью вот этого инструментария, теории оптимизации, теории экстремальных задач. Все экстремальные задачи делятся на две части, выпуклые и невыпуклые. Все, что делают люди, вот все эти, так сказать, алгоритмы, которые сидят всюду, которые зашиты во всех программах, так сказать, во всех, ну везде просто. В одном только нашем айфоне зашиты несколько десятков оптимизационных алгоритмов. Они все рассчитаны на поиск минимума выпуклых функций. Нет ни одного эффективного алгоритма, который бы искал минимумы невыпуклых функций. Ну, дело в том, что, как правило, мы должны находить минимумы функций многих переменных, как здесь. Ни одной переменной, а многих. И там, если функция не выпуклая, то это все. Это, в общем, ничего хорошего. Эта программа будет работать сто лет. Там будет огромное количество локальных минимумов и так далее. Выпуклые функции. Давайте на этом месте я осуществлю. Да, выпуклые функции, выпуклая оптимизация. Вот на этом месте мы остановимся. И завтра мы продолжим. Нам осталось минут 10 до полного доказательства теоремы Минковского, после чего мы вернемся обратно к задаче метона. На сегодня все.